Да чего ж ты хороша и стройна, И морозис на погодней зелено. Здравствуй, русская зима Пахмутовой, а капельный рождественский кант с третьим номером. Хор рискнул и не пожалел. Что называется, замахнулись на вильяма нашего Шекспира. Решили попробовать, взяли хор из оперы Бориса Годунова. Но вообще это, конечно, не хор, это песня няни, сказка про комара. Но мы взяли хоровую обработку этого произведения. Ну и вот оказалось, что это самый результативный такой вот номер, который попал, что называется, в десятку. Лауреата второй степени, к слову, первое место в этом году вообще никому не присудили. Академическое жюри оценило стилистическую точность и сложность композиций для детского исполнения. Поездка состоялась благодаря родителям участников хора. Дети успели не только выступить, побывали на Красной площади и даже на Кремлевской елке. На Кремлевской елке мы были на выступлении очень интересном. Там сценка такая огромная. И после чего нам, ну, каждому выдали подарки в виде, ну, такая коробочка конфет в виде Кремля. Кроме второго места у хора в копилке коллектива и лауреатства второй степени за сольное выступление Семена Ермолаева. Отделе на московском созвездии наградили концертмейстера детской школы искусств Ольгу Солощеву. Наталья Платонова, Александр Косевских, телерадиокомпания «Юганск».